Продолжение следует... Семенова Никита и Грамовича Павла. Они продвинулись пока что не очень далеко, всего лишь до 26-го хода. Последними мы будем разбирать партию «Мяч Вадениила» и «Гудкова Семена». Потому что эта партия за первое место. Именно победитель этой партии становится победителем нашего турнира. И мы будем смотреть ее до самого конца, практически не отвлекаясь. А до этого мы посмотрим две партии. Семенов Никита, Грамович Павел, Идорохин Павел, Ившин Павел. Итак, начнем с партии Никита и Павла. И что у нас здесь получается? Партия играется практически на равных. То есть здесь нет форовых камней на доске. Разница в уровне игроков составляет всего лишь один Q. И поэтому белые играют с Коми 0,5 очков. Не 6,5, как обычно, а 0,5 очков. Прежде чем мы... Ну, наверное, чуть позже я расскажу вам более подробно о нашем турнире и о том, какие перспективы нам предстоят. Давайте посмотрим партию до того момента, докуда дошли игроки. Итак, черные занимают угол и у игроков есть возможность разыграть свои любимые фусеки. То, как они любят начинать партию и посмотрим, что это у нас будет. Это будут фусеки Кабояси за черных и непонятные фусеки за белых. Но ход за белых вполне корректный. И ход за черных несколько шире, чем принято делать при этом ходе. Но что значит принято делать? То есть для ГО такое понятие я не считаю сильно приемлемым. Я и сам часто играю такой вот широкий вариант в Сейк Кабояси на такой ответ белых. Я просто хочу сказать о том, что обычно, обычно в этой ситуации начинают по-другому. Да, кстати говоря, я с вами общаюсь, а вы не видите доску. Сейчас я запускаю демонстрацию нашей игровой доски, чтобы вы тоже видели то, чем я так восхищаюсь, то, что я описываю. Итак, партия между Павлом и Никитой. Запускаем. И теперь на вашем экране должна быть та партия, та классическая позиция, которую вы видели, наверное, много раз и много раз играли в своих партиях. Классическая фусеки Кабояси. Именно так оно играется. Занимаются углы. Ход сюда и ход сюда. Да, классическая форма Кабояси. То, о чем я говорил, сейчас мы покажу вариацию на эту тему. То есть, то, о чем я говорил, это вариант, когда черная игра чуть поближе, чуть понадежнее. То есть, почему бы нет. Также не исключены варианты каких-то таких ходов. Сюда тоже можно поиграть, имея возможности для связки. Вполне неплохие позиции могут получаться из этого. Можно играть и в клещи в данном случае. И позиции за белых, за черных вполне благоприятны. Не буду сильно вдаваться в теорию. У нас задача в большей степени стоит комментирование, рассказы о партиях. Смотрим, как играли игроки в этом месте. Идет классическая фусеки Кабояси. Обычно, обычно белые играют вот в этом месте. Надавливают на позицию с этой стороны, потому что, если позволят черным сыграть там, уж больно хорошо, уж больно симпатично у них там все получается по позиции. Белые поднимаются, черные играют надежно в этом месте. И ждут своего шанса, чтобы закрыться на этой стороне. И шанс был именно сейчас. С другой стороны, им надо было вытаскивать свой камень. Совершенно незачем его так бросать было здесь, в таких жутких тисках. И переходить к позиции, которая не обязательно закончится в центре. После этого она не закончится в центре. То есть, белые сходили, черным надо продлеваться. И теперь опять белые. Да, белые успели сыграть на правой нижней стороне. И это существенно утяжелило позицию черных. Мне не нравится такая позиция за черных. Даже, может быть, последний ход за черных столов пропустить и сыграть в этом месте. Если уж мы играем в свои кабояси, и нам позволяют вот так вот широко это все развить. Да почему бы нет? Но жестко есть жестко. То есть, этот ход важно доигрывать тоже. И сложно сказать, что из них крупнее. Тем более, что это тоже так играет кабояси. Когда вам бьют в эту точку, вам надо отвечать хасами относительно этой позиции. Для черных приемлемо. Это приемлемо. Белые поднимаются, черные играют таким образом. И стандартный розыгрыш. Здесь не должно быть ничего неожиданного. Но, по-моему, это уже что-то неожиданное. То есть, вот, как-то, на мой взгляд, получилось, ну, в общем-то, получилось приемлемо для черных. Нельзя сказать, что это плохо. У черных получились темпы. Вопрос в том, были ли у белых более интересные варианты. Да нет, наверное, примерно все это вело к тому же результату. Поэтому, да, интересный размен. Не так часто он случается в моих партиях именно в таком виде. Вернемся к игрокам. Что у нас происходит здесь? До этого момента мы досмотрели. Произошел размен. У черных получилась хорошая, очень хорошая стенка. Белые пытаются вторгаться везде. Очень агрессивная игра за белых, я бы сказал. Им хорошо бы развивать свою позицию. То есть, развиваться вширь на С9, подниматься на К15, подниматься на Ф14 и, может быть, даже давить на Е14. Хотя не сказать, что это сильное давление. Но это в любом случае развить свои широкие позиции. Вторгаться здесь. Ну, подставлять свой камешек под удары. И его будут гнать, давить. Но, с другой стороны, уж очень охотно погасить эту территорию черных. Но, может быть, тогда стоило выше играть. Не знаю. По-моему, здесь позиция белых обещает стать очень тяжелой. На мой взгляд. И как бы совсем не помереть. Но нет. Белые здесь пока еще живут. Угрозы для них нет. Они либо выбегают в центр, либо выживают на нижней стороне. Таков у нас начальный расклад в этой позиции. И можно сказать, что партия развивается ровненько. Развивается весьма аккуратно. Без явного преимущества пока в чью-либо сторону. Я бы не отдал предпочтение у позиции ни одной из сторон. Хотя, все-таки, наверное, еще чуть-чуть приятнее. Что еще можно сказать? Пока у нас есть небольшая пауза. Игроки наши сделали не так много ходов. Кстати говоря, просьба написать мне в чате, идет ли сейчас трансляция. Показывается ли наша партия, или я рассказываю все зря. Участники в чате, пожалуйста, напишите. Идет ли сейчас демонстрация партии. Потому что у меня показывают, что все идет отлично. Все моргает. Все сигналит о том, что трансляция есть. Кто-то мне написал, что черный экран. Так. Все отлично. Да, тогда мы можем продолжать. Пока наши игроки делают побольше ходов, чтобы мы их могли разобирать, смотреть и видеть замысел более крупным. Расскажу о турнире, что нас ждет дальше, когда мы продолжим наши встречи. Как я говорил в первом туре, турнир серийный. В данном случае мы сыграли три тура первой серии. Каждый такой отдельный мини-турнир является призовым. И мы из восьми игроков выявляем сильнейшего игрока в каждой подгруппе. Соответственно, будет у нас 16 игроков, будет две подгруппы. И каждый из подгрупп будет призовыми. Но вместе с этим у нас учитывается суммарный результат по всем турнирам. В серии турнир в Баду Крапид Супер Кап. Следующий наш турнир намечается, если меня не подводит память, на седьмой. Мы уточним. Скорее всего, следующий турнир будет 7 марта. Это будет выходной день. Все будут отдыхать в этот день. И мы сможем сыграть следующий тур. И потом еще будет турнир 9 апреля. Вот эти три турнира, три серии одного турнира, большого. Они будут обсчитываться, они будут рейтинговыми. И присоединиться можно будет к нашему турниру и со второй серией. То есть принимать участие в следующем таком мини-турнире 7 марта. Пока предварительная дата. И вы сможете получить все бонусы и получить все море удовольствия от игры в данном турнире. Надеемся, что к следующему турниру у нас участников прибавится. Сегодня мы проводим его в таком достаточно камерном, комфортном формате. У нас играет в каждом туре по три партии. Всего шесть игроков. Но от этого у нас есть большое преимущество в том, что мы можем уделить больше времени каждой партии. Подробнее что-то посмотреть, задержаться, а не бегать голопом по Европам. Я также надеюсь, что опытные игроки и опытные комментаторы, самое главное, заинтересуются нашим турниром. И кто-то, возможно, присоединиться. И у нас будет не одна, а две, три трансляции. И мы партии ведущих игроков сможем рассматривать параллельно, выкладывать потом записи разборов партии. И каждый игрок нашего турнира получит потом обратную связь, через наше видео сможет взглянуть на свою игру с другой стороны экрана, со стороны другого экрана. И мы приглашаем в том числе и комментаторов к разборам партии нашего турнира. Партии бывают интересные, все они форовые чаще всего, хотя в данном случае мы смотрим не форовую партию, но на коме 0.5 очков, потому что разница 1Q между игроками. Итак, смотрим, что у нас наиграли игроки за это время. В общем, всех приглашаю к участию, присоединяюсь. А мы продолжаем смотреть партии. Белые выбираются из окружения, белые строят живую форму, и у них все хорошо, их все устраивает в этой позиции. Зачем этот ход? Да, этот ход, конечно же, нужен, иначе белые загибнут. То есть, объяснять нужно, как они могут загибнуть. Я думаю, не обязательно. Но все-таки, учитывая, что наши разборы могут смотреть и начинающие игроки, малоопытные, и чаще всего я специализируюсь именно на такой аудитории, я регулярно веду бесплатный вебинар для начинающих игроков, поэтому не лишним будет пояснить, как это все может погибнуть. Ну и заодно во флайне рассмотреть какие-то вариации развития ситуации. То есть, да, белым надо играть здесь. Заманчиво, конечно, сыграть и в этой стороне белые так. Но после вот таких вот вещей, после таких обменов, черные не могут выжить этой группой, и черные играют здесь. Другое дело, что если белые не будут спасаться здесь, а сыграть здесь, то вот тут что-то получается. Нет, даже здесь ничего толком не получается. Ну, даже, предположим, сюда, черные сели, белые здесь. И черные, черные, черные будут пытаться выбегать. Таким образом. Наверное, что-то я сделал не так. Да, тут остается слабое место. Смотрим, в какую сторону идет лестница. То есть, видите, тут достаточно интересное есть продолжение. Черным нельзя ходить туда. Черным надо съедать эту штуку. Защищаются. Да, и в конечном счете вот получается такая вещь. И черные успевают сыграть здесь. Да и здесь они тоже успевают сыграть. Но белые тогда здесь. Но белые все равно не могут выжить. Но белые могут выжить, если сыграют в этом месте. Тогда черные так. Белым бесполезно. Нет, лестницы все не в пользу белых, к сожалению. Белых там ничего не может спасти. Ну, вернемся к нашей основной партии. Это наши были небольшие такие отвлечения. Как могут развиваться события из этой группы. Белые, чтобы так оно все не развивалось. Непонятно как. Предпочитают защититься. И черные переходят в атаку. Почему здесь? Почему так? Вроде бы, на мой взгляд, это неправильный ход. То есть, корректнее, гораздо корректнее на черную стеночку. И вот эта массивная стена, просто китайская стена, она позволяет построить большую территорию. Но черные зачем-то хотят сложности. Зачем черные в этом месте? Хотя сложности мне предположить сложно. То есть, вот такие вбросы уже начинают посленно влиять и угрожают разбить всю эту структуру на мелкие осколки. И чрезвычайно усложнить игру. А можно было сделать здесь все гораздо проще. Но игроки, видимо, любят сложности. Итак, черные защищаются. Белые защищаются и точки разрезания. Кстати говоря, вот по поводу этой точки разрезания, черным давно бы стоило ее закрыть. Посмотрим, что у нас происходит дальше. Да, до этого момента мы посмотрели в облайне. Итак, белые откусили вот эти два камешка. У черных, да, есть заготовочка относительно этой стенки, что-то хорошее сыграет. Но по-прежнему здесь стоят такие неприятные анди, после которых эти два камня могут позволить себе выбежать. А у черных куча разрезаний, которые с течением неприятных обстоятельств могут заработать. Давайте посмотрим на эти возможные неприятные обстоятельства. Итак, что будет, ну вот здесь, предположим, здесь не предположим, даже непонятно, что хотят черные. Черным надо доедать эти камни, потому что если они будут заниматься юргой какой-нибудь, то белые выбегают. Ну, как минимум такое. Да, наверное, это несущественные и небольшие потери для черных. Можно так прижаться, но если гасить потом вот эту всю заготовочку, все это влияние, и у белых есть потенциал для гашения, то есть им есть куда отбегать, потом отпрыгивать. То есть, ну, немного очков, очень немного здесь, и очень скромно получается у черных. Могут ли они позволить себе вот такую роскошь? То есть, нет, такую роскошь они в эту сторону не могут позволить. А вот в эту сторону те самые неприятности, которые могут случиться. Как говорил котенок Гав, вернее, его друг ему говорил, не ходи туда, там нас ждут большие неприятности. Но как же туда не ходить? Они же ждут. Поэтому, скажем так, черные напрашиваются на неприятности, просто-таки напрашиваются. И что-то, 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 эдакое... Ну, да, наверное, наверное, тут ничего не выйдет особо. Но мало ли, мало ли. По крайней мере, можно здесь такую активность за белых развить, что мало не покажется. Хорошо, если здесь надавливают, у нас 4 дыхания против 4, черные закрывают, у белых есть еще возможность здесь соединиться своими камешками. И, по-моему, по нижней стороне у белых здесь хорошие предпосылки. А что против этого могут противопоставить черные после этого хода? Ну, наверное, уже ничего. Наверное, ничего. То есть, вот после таких вариаций вообще как-то страшно все получается. То есть, вот они, неприятности. Они где-то здесь нас ждут. Причем очень-очень большие. И так играть за черных нельзя. Но другие варианты тоже весьма и весьма плохие. Так, ну так это будет плохо для белых. Если хотя бы так. Так, дальше черные закрылись, белые так. И у черных все хорошо. У черных все... Ну, ладно, хорошо, у черных живет. Тут еще и вот такие штуки на примете есть. Но, наверное, наверное... Ну, все равно, белые-то выживают, белые получают в центр. И что осталось у черных? Суть-то была не в том, чтобы выжить. А в том, чтобы хорошую позицию получить. И пока что вот все, что относится на того, кому может здесь развиться, мне очень-очень нравится. Вопрос, когда наши уважаемые игроки сыграют именно в этом месте. Будем ждать и надеяться. Итак, это пока что... Так, дорогие друзья, это пока что все, что мы видим в этой партии. Мы, наверное, вернемся к ней чуть попозже. И посмотрим пока вместе с вами партию между... Между Павлом и Павлом, если я правильно предполагаю. Я ничего не путаю. Да, посмотрим партию Дорохина Павла и Ившина Павла. Это у нас... Да, вот эта вот партия. Здесь у нас гораздо оживленнее. Здесь партия практически подошла уже к своему завершению, надо отметить. Посмотрим, как это было. Три камня фора. Таким образом они расставляются. Белые, конечно же, забирают угол. Черные начинают с какари, отходят на этот ход. Это все в рамках стандартных моделей игры, в рамках стандартных правил и джосок. Да, мы видим пример обучающей роли по классическим жёсткам. Так они играются. И чёрный хэд, конечно же, устраивает то, что белые пока что, пока что не устраивает им какое-то жесть. Ну и здесь вот белые решили попробуем ещё один вариант жёстких. То есть здесь разыграли один вариант, здесь разыграли второй вариант, и здесь разыграем третий вариант. Ну и скорее всего чёрные... Я предполагал, что чёрные выведут на обычные Нодара, на классическую жёстку. Но, наверное, такой вариант чёрных вполне тоже устраивает. Хотя зачем пускать белых на эту сторону? Мне кажется, это лишнее. То есть это совершенно излишнее, отдавать белым столь много на этой стороне. И очень-очень так зыдко оно складывалось. Складывалось для чёрных, но ещё они пока что выкручиваются из этой ситуации. Но сложности они здесь получили. Но, тем не менее, они получили и четыре камня белых. В каком месте это произошло, и можно... То есть вот этот ход не надо было делать белым, если уж они собираются эти камни отдавать, то зачем лишнее выбрасывать? Итак, эта партия закончилась с результатом в 32,5 очка в пользу чёрных. Но мы пока посмотрим, как это всё происходило. Если что, пишите мне в чате по полной трансляции и ваши вопросы по партии. Итак, продолжаем просмотр. Здесь мы видим всё. Включим режим оффлайн, чтобы сразу можно какие-то точки было отмечать. Чёрные продлеваются. У чёрных всё очень аккуратно. То есть вопросов в игре чёрных в данном случае у меня никаких. Они очень надёжны, очень безопасны. Ну, может быть, этот ход был слишком мелковатым и стоило играть на этой стороне. Может быть, поближе к этому камню. То есть здесь просто есть вторжение за белых, и оно мне не нравится. Кстати говоря, белые туда и сходили. Как я угадал, эта точка, то есть вот эта точка, она прямо вот... Для опытных игроков она подсвечивается. Бей сюда. То есть есть определённые такие горячие точки, в которые, если сходить, будет весело. То есть вот сходишь и будет весело. И жизнь сразу играет всеми красками. В данном случае белые убегают, чёрные забирают свой угол. Это, пожалуй, маленькое достижение белых. То, что они смогли здесь немного отжать, прижать территорию чёрных. Ну, собственно, к этому и вёл вот этот мелкий ход чёрных. То есть вот этот ход, ну да, спасение этих двух камней. Учитывая, что белые получили вот здесь вот большую зону. Кстати говоря, я как-то выпустил из внимания процесс её формирования. То есть вот розыгрыш вот этих всех ходов в совокупности дал большую зону белым. И это очень приличный результат. А вот то, что чёрные спасаются от этих камней и зазывают белых внутрь своей территории, внутрь своего большого боя, между двумя огромными стенками. Я бы сказал, это не очень хорошая модель игры. Да, вот делать такие ходы, уменьшая себе потенциальное дыхание. Пытаться убить вот эту группу белых. Да, конечно, она сейчас в зыбкой позиции. И, конечно же, наверное, не с этого хода надо начинать, а всё-таки вот эти камешки опускать. Да, чёрные отрезали камешки внизу. Почему им позволили это отрезать, мне не совсем понятно. То есть зачем делать этот ход, если эти камни всё равно отрежут? Не очень понятна логика такого хода. Наверное, белым достаточно было просто соединиться, просто надёжная позиция, оставляя эти варианты. Ну а потом уж, если очень хочется, то можно и сюда. То есть для чего этот был ход? То есть с какими грядущими перспективами? Может быть как-то усложнена борьба за эти камешки? Но посмотрим. Продолжаем. Для наших зрителей онлайн, те, кто сейчас просматривает трансляцию, скажут, что если у вас экран очень маленький, вы плюсиками-минусиками есть там специальный ползуночек, можете увеличивать его. Смотрим дальше. Тут чёрные обретают некоторые неприятности с этой группой, и у белых должно всё чудесно зажить. Нет? Не заживёт чудесно. Но может быть чуть позже. То есть вот эта точка... У чёрных мы видим пять дыханий, у белых четыре дыхания. Ой, ну конечно же, конечно же, так нельзя играть. Что это за кошмар? То есть зачем это всё? Это начинает уже пахнуть гибелью вот этой чёрной группы. Непонятно, как чёрные выиграли в этой партии, за счёт чего, если у них вот эта погибнет, и это огромная сторона. Но только если они всё-таки сохранили вот эту правую сторону целиком. Смотрим, как это происходит обычно. А почему так? Почему белым не съесть от камня? Тогда у них раз, два, три, четыре, пять дыханий, против четырёх дыханий чёрных. И что бы они здесь ни делали, я бы не сказал, что бы стоило опасаться этих ходов очень сильно. Зачем так? Хотя, ну вот этот вариант игры тоже понятен. Тоже у чёрных три дыхания, у белых больше. И можно ещё поработать потом с этой группой. И вообще замечательно всё. У белых, белые должны в этой партии выиграть. А случилось-таки ровно-таки наоборот. Так. Неужели вот здесь вот потом чёрные смогли построить какие-то ловушки и выиграть? Белые начинают работать с оставшейся территории чёрных. Конечно же, конечно же, гибкими формами надо поползать, а там вдруг дадут построить два глаза. Конечно, надо пытаться бить по всем возможным слабым точкам. И невозможно... Чёрным тоже надо бить. И бить очень сильно и больно. Но, наверное, всё-таки надо было не вторгаться от этой группы, имея такое преимущество на левой стороне, имея такое огромное количество точков на левой стороне. Чёрным надо было вползать. В данном случае, да, чёрные вползания-то это перекрыли. И, наверное, белым не осталось другого хода. Но неужели не было хода лучше? То есть, хотя бы здесь с укрозой вторжения. То есть, пусть небольшое, но можно заползти от этой группы. Перекрыли. И вот от таких позиций, мне кажется, выживание более комфортным, более вероятным. То есть, и вопросов уже не возникает. То есть, как выжить из этой группы. То есть, шансов значительно больше, чем то, что начали белые от этой вот, от сильной группы. И, конечно же, их взяли в тиски. То есть, это был, а может, эфемерный план. Хотя бы здесь вот надо было взять в клещи. Тоже не имеет существенных... Вот этот вот ход. Опять же, здесь надо было делать. Если здесь закрывается, то, да, можно поиграть с этим чёрным камешком. По крайней мере, это выглядит угрожающе. Смотрим дальше. Таким образом. Ну да, 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 да. Это всё очень-очень... Нехорошо закончилось для белых, скорее всего, в этом месте. И за счёт этого чёрные, скорее всего, и выиграли эту партию. Да. Это неживучая группа, совершенно неживучая. Теперь белые развивают здесь активность. Раньше надо было здесь развивать эту активность. Всё хорошо на нижней стороне у чёрных. Здесь вот у них нехорошо, если белый успеет здесь сыграть. Правда ли 4 дыхания против 4 дыханий? Ну, может быть, им и не хватит. Ладно, здесь им не хватит. Дыхания хорошо. Просто мне почему-то хочется сделать этот ход. Я бы его сделал. Это заставило бы противника ходить много ходов в свою территорию. Пока я бы там его прижимал со всех сторон. Заставить его наделать кучу ходов в свою территорию. У нас запасит 3 дыхания. Да. И пора заниматься этой группой. Становится как-нибудь так. Нас не догонят. То есть, нас не догонят. Вот. Продолжаем. Это было такое большое лирическое отступление. У белых попытки как-то приблизиться и скрутить что-то в свою группу. О! Белые всё-таки сыграли здесь. Это, наверное, те комбинации, которые я показывал? Или нет? Нет. Это так развивалась партия на самом деле. А у нас тем временем закончилась партия за первое место. Я пока вам не скажу результат. Хотя бы наверняка и сами можете посмотреть. Я чувствую, нам будет очень-очень интересно посмотреть эту партию. Она закончилась за счетом на полтора очка. Но пока мы закончим сейчас тогда с текущей партии. И вернемся к партии за первое место. Продолжаем разговор. Да, да, да. Это вот те самые кучи очков, которые мы заставили противника поделать свою территорию. Небольшая такая кучка очков. И что-то здесь пошло не так. Чувствую, где-то здесь всё должно пойти не так. И может случиться восстание мертвецов. Хотя нет. Чёрные не смогут просто физически приблизиться к этой группе. При всём своём большом желании это сделать. И нет. Восстание мертвецов здесь невозможно. Таким образом играет. Да. Это мы, похоже, переместились уже в стадию Йоса. Идёт разбор пограничных очков. Белые пытаются сделать это в Йоса. И у них это получается. Хотя бы в Йоса отыграть хоть немножко. Но вот эта огромная зона, которую захватили чёрные, это слишком много. Всё-таки надо было играть со своей группой. И тогда, мне кажется, у белых было бы больше шансов на победу, если бы они вползали от своей устойчивой позиции. Да. Вот тут случился какой-то тихий ужас. Конечно, 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 это ошибка. То есть здесь надо было закрываться. Да. Отдать это 1 очко. Ну зачем? Зачем? Жадность до добра не доводит. И в данном случае, по-моему, она привела к очень и очень нехорошим последствиям. Да. Огромный кусок территории чёрные отъели. И действительно, их победа становится очень понятна. Почему они победили в этой партии. То есть, да, это очень много, это очень много съедено. Пас-пас. Да. Вот так закончилась эта партия. Насколько я помню, на 30 с половиной очков. 194-127. Да. Около того. Что ж, хорошая партия. Интересная, много интересной борьбы, досадные ошибки и поучительная история о том, как не надо вторгаться. Движемся дальше. И сейчас... Так. У нас есть партия. Посмотрим, насколько здесь продвинулись игроки. И это наша третья партия, насколько я знаю. Посмотрим, что здесь произошло. Она тоже уже завершилась. Кстати говоря, давайте посмотрим. Все наши партии завершились уже. Похоже, что все наши партии... У нас завершилась партия за первое место, но еще не завершилась партия... Будет ли эта партия? Да. Это партия за третье место, скорее всего. Она на 128-м кладу сейчас находится. Давайте заглянем, что там изменилось с нашего последнего раза. С последнего раза, как мы сюда заглядывали. Быстренько промотаем. Вот так вот она развивалась. Да, вот где-то на этом месте мы в прошлый раз прервались. У черных позиций здесь хорошее влияние. Здесь и вроде бы у них все хорошо. Но мы помним про эти слабые точки. Мне просто интересно, когда они были использованы. И были ли использованы вообще. Так, здесь группа выжила. И группа белых за счет этого в углу рискует вообще-то не выжить. Да, она очень рискует не выжить. После хода черных B17 она не должна была выживать. Раз, два, три, четыре, пять. Раз, два, три, четыре, пять. Ну да, может быть этот ход необходим. Вот после этого хода, да. После этого хода белые живут. И то... Нет. Без вопросов живут, конечно. Так, так, так. Смотрим. Да, черные устраивают здесь небольшую рубиловку. Они еще вот к этой точке наверняка G15 присматриваются. Таким образом играет. Под угрозой вот этой. Да, теперь они еще сильнее присматриваются к этой точке. Это им сулит большие дивиденды. Вот белые не туда смотрят, не в ту часть доски. Хотя здесь, наверное, им тоже надо выживать таким ходом. Вот после этого, после этого, да. Вот это все, вот эта огромная зона у белых подвисает. То есть, вот учитывая контур вообще всех этих границ, что со всех сторон белые, и даже вот этот вот огромный контур, это просто что-то очень страшное. У Паула здесь просто превосходная позиция. Так, белые накрыли. Так, и на этом наша партия, нам нечего смотреть дальше, потому что игроки продолжают вот эти разборки. У белых здесь произошло хорошее вторжение, которое грозит на эти четыре камешка. Но не сказать бы, чтобы это были какие-то очень страшные угрозы. Нет, наверное, черные контролируют ситуацию. Не боятся хода О7. Давайте проверим. Я бы, наверное, все-таки боялся хода О7. И защищался от этой группы. Уж больно здесь большая заготовка, но и здесь играть тоже существенно. Но это если жадничать и пытаться вообще все захватить. Если быть очень жадным. Но вот что у нас с этой группой? Так, ничего хорошего с этой группой не будет. Так будет все очень плохо с этой группой. Хорошо. Другие варианты. Таким образом. Выдвигаемся здесь. Если она бегает тут. Нет, здесь я бы не сказал, что что-то кардинально мощное. Но можно выбежать этой группой всей. А после того, какую-нибудь жертвую группу, черным надо съедать, эти белые могут давить. И от зоны черных здесь не осталось следа. Скорее всего, что-то такое. Ну, это моя гипотеза, которая в режиме близ разбора партии может возникнуть. Если присмотреться внимательно, наверняка опытный игрок увидит что-то еще интересное. Так, а похоже, игроки здесь в итоге и сыграли. А, нет. Это же все мои вариации. Это все мои вариации. Игроки до этого момента еще не доиграли. У них пока что идут серьезные разборки вот в этой зоне. Посмотрим несколько последних ходов. Черные здесь. Да, разборки совершенно не шуточные. Белые могут соединиться на черную. Черные соединяются здесь. Белые откусывают в этом месте. Но здесь нет места для глаз. Выбивается точка К-15. Угрожает разрезанию, не дает построить глаз. Строится бамбук. И борьба жестокая здесь продолжается. Белые хотят воспользоваться слабостями в позиции черных в этом месте. Черные защищаются. Что ж. Возможно, мы к этой партии вернемся чуть попозже. А сейчас я предлагаю вам переключиться на партию лидеров нашего турнира. За партию, за первое место, которая состоялась между Семеном и Данилом, насколько я правильно понимаю ситуацию. Да, между Гудковым и Семеном и мячем Данилом. И которая, судя по всему, была очень-очень такой очень насыщенный. Итак, смотрим. Вот такая у нас красивая картиночка. Такой рисунок получился в финальной партии за первое место. Но посмотрим, как все начиналось. Пять камней фора. И как же белые смогли выцарапать победу на полтора очка в этой партии? Да, конечно. Конечно, какие-то нестандартные попытки были сделать жесткие. Никто на них, конечно же, не повелся. недоигранная жесткая. Доигранная она тоже обычно в Сенте. Почему бы тогда ее не доиграть и потом переключиться на этот ход? Непонятно. Черные же, если заберут как-нибудь дыхание, заберут в Сенте инициативу, то они же надавят здесь и отберут очки опять же в Сенте. Но ладно. Это дело. Белых, как им играть против такой хора. Совершенно такие безумные ходы. Очень высоко, вплотную. Непонятно, где будет сформироваться территория белых. Белый наносит какарис всевозможных сторон. Так. Что у нас с этим будет получаться у белых? Да, наметил здесь какая-то зона влияния. Конечно же, черный так просто это не оставить. Нет, они позволяют. Черные доигрывают жестко. Вот такой очень высокий угол захвата. Очень много у них здесь должно получиться очков. Такой вброс за черных. Правильно ли это вброс? По-моему, это неправильный вброс. Не шибко корректный по игре. Но посмотрим. Может быть, я просто не знаю, как его готовят. Вот в данной ситуации, да, какие дальнейшие перспективы черных, то есть зачем вот эти два брошенных камня, они здесь совершенно излишни. Если уж здесь как-то играть с потерей, тем более с потерей сента, ну, я не знаю, уж как-то так и получать хорошую стеночку. но тоже потеря сента на этом месте. Сейчас есть крупные ходы, совсем не обязательно этим играть. Если в режиме сента, ну, сыграть такой ход, ну, это по крайней мере с сохранением сента. У белых маленький угол, у черных очень надежная стеночка. Закрыться еще здесь, но, конечно, не так. Сейчас надо закрываться, сейчас надо развивать свою позицию в остальных часах доски. Или, если любитель играть активно, бить по этим точкам в этой территории, это да, это можно. Ну, что происходило, да, здесь черные непонятно, немножечко схему развернули с убийством этого глаза. С убийством этой группы и у белых приемлемый вариант, я считаю. Таким образом, белый прижимает и достраивает свою стенку. То есть, вот эти гибкие формы, это залог будущей победы. То есть, залог большой территории здесь. Можно еще и здесь понадавливать. Черные крадутся вдоль первой линии, белых это, судя по всему, очень даже устраивает. Вот она, вот она строится, такая огромная, огромная стенка, еще немножко она пойдет с этой стороны и начнет создавать существенный противовес для пяти камней форы черных. Смотрим. Да, разделяю глазу, разделили группы и теперь, скажем так, черным нам тратить ходы, чтобы защищать внизу свою позицию и белые начинают вот эту заготовку по этой стороне. то есть опытный игрок должен видеть, что вот она, огромная стенка. Теперь надо с этой стороны окружить, вот здесь снизу перекрыть и потом начинать вот за эту большую территорию бороться. Ну, конечно, это все очень прозрачные замыслы, не слишком высокого уровня сложности, но да, вполне переконцентрированная позиция, здесь бы сейчас ударить и ударить вот в этих точках сыграть. Не нравится белым огромнейший угол черных и они хотят хоть немножко его уменьшить. Да, и позиция несколько черных поубавилась и осталось остался вброс в этот угол. Но белым-то тоже надо еще подумать о своем выживании и вот те глобальные задумки охвата этого камня и захвата большой территории вот этим вползанием уже преграждается. То есть все для белых становится достаточно плоским после того как черные такими камнями смогли соединиться и не так много у белых здесь в итоге получается. Хотя надо признать что и черные здесь переконцентрировались по первой линии и здесь у них единственная может быть большая территория по всей доске в этом углу после такого гроза белых. Тоже много чего не светит. Да, белые закрывают вот эту зону чтобы хоть что-то осталось хотя можно было играть шире можно было играть вот в эту зону можно было играть в эту зону да в конце концов через угрозу по разрезанию можно было потом что-то такое тянуть и получать гораздо более крупную зону но конечно это все не так однозначно на каждую жадину есть контур жадина продолжаем так что-то здесь устраивает черное что-то такое экстра хитрое пытаются не провернуть непонятен замысел а вот от этой группы белых вот эта зона черных не выглядит достаточно устойчивой белые закрывают свою зону да вот этот ход крупный это очень много очков гораздо может нечем 7-минутное вторжение от этой гибкой формы можно по-всякому еще здесь играть и разрезающие точки там поиспользовать надавливать то есть вариантов много и все одним ходом черные не успеют перекрыть а вот защитить свою большую территорию это да это заманчиво это много и так белые опускаются заглядывать здесь территория и вдруг вдруг вот эта вся территория черных начинает выглядеть не очень живой если здесь где-то белым удастся в дальнейшем отрезать с этим углом можно играть хотя все это еще очень эфемерные замыслы но их надо строить даже игроки побеждают в бог количеством замыслов качеством замыслов и количеством замыслов пока ваш противник думает что у вас один простенький замысел у вас где-нибудь в рюкзачке может быть припасет замысел чуть-чуть посложнее но он теряется из виду потому что просто столько количества идей ваш соперник не успевает удерживать в фокусе в фокусе внимания и пока развиваете вроде бы одну задумку на самом деле вы планируете вторгнуться в эту точку и убить нафиг вот эту всю огромную группу конечно же это нереально в данном случае но почему бы нет почему бы не думать иногда об этом это будет забавно если в итоге через что-то такое здесь и сработает так ну вот уже тут наметилось такое страшное дело очень такое страшное дело то есть и вуаля то есть мы думали о том что бы можно сделать с этой группой и она действительно задумка воплощается ну посмотрим успели это сделать игроки или не успели белые делают пока что более крупные ходы чем захваты этих двух камней и это вполне оправданно так да белые делают крупные ходы они добрались до этого хода да здесь отдаются эти камешки и да эти два камня были забраны вот и все и территория черных здесь очень сильно уменьшилась и непонятно где основной массив территории черных будет против вот этого большого массива белых конечно же черные имеют множество возможностей надавливать на это и хорошо что они ими пользуются это очень важно что они вовремя спохватились и вовремя начали здесь давить другое дело что вот ну не такой ход я считаю важным когда у вас в партии есть цент поиспользуются такие вот существенные ходы то есть это достаточно крупный ход да вы здесь обменяетесь но это обмен вашу пользу то есть вот это сенты не стоит выпускать вот такими вот ходами то есть такой ход который заманивает противника вашу территорию вот с какой стороны дальше обороняться почему нельзя было черным тогда уж если они хотят сохранить свою территорию сразу таким ходом сыграть мне кажется это было бы значительно лучше дальше дальше так да черные свое время сходили сюда как ой какой кошмар тут же эти два камня забираются или там что-то еще есть например вторжение вторжение здесь но это же угрожает потом да пусть будет такое вторжение но это же угрожает посетить камни или это не угрожает посетить камни тогда закроется здесь если черные заползают здесь то 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 не сильно то они откусываются на самом деле да действительно тогда белые сыграли все очень корректно все очень правильно сидение камня таким образом играем вползание в угол нет с этой группой уже особо не поработать то есть это выглядит как его соходы действительно мы уже в большей степени оформляем границы и просто надо увидеть что вот эта зона черных вот здесь она стала у кожи стала совсем маленькой за счет комбинации белых а вот зону белых нету существенных способов как-то подуменьшить и да это идет победа белых но всего лишь на полтора очка все было очень близко все было очень горячо черные поднадавили вот здесь да черность похватились и вспомнили что надо давить обязательно по краям доски использую свои центы по максимуму дальше будет центы ход да центы ход на него отвечает центы ход центы ход все правильно надо везде давить вот пошли отличные ходы за черных в таком темпе ну и кстати говоря здесь черным надо было отыгрываться насколько я понимаю тут если и дальше так идет как систем может дать оценку их партии мы можем дать оценку их партии так да черные надавливают все ходы в центы это очень хорошо за белых я бы может не так цеплялся за камень этот камень уже не центы ход надавливать самому было бы интереснее что еще было бы интереснее есть ли тут еще такие существенные центы ходы да ход заставляющий сходить свою территорию в центы ход да вполне центы ход и причем если белые здесь успевают закрыться то собственно они получат здесь одну очку то есть даже одного очка в цент дорогого стоит и кстати говоря партия закончилась на полтора очка а вдруг бы не хватило этих полутора очков ладно смотрим белые закрылись черные соединились здесь какое-то количество очков они этим ходом сохраняют белые надавили белые теперь перехватывают центы черные перехватили инициативу здесь теперь им защищаться здесь не обязательно да захват этого камня с угрозой может быть это не сильная угроза по очкам вот это точно не сильная точно белым лучше было бы закрываться где-то здесь это давало им больше результат гораздо то есть это дает одну очку а здесь спасение пол очка все вот все эти технические тонкости они в данной партии решали полтора очка в ту или иную сторону было существо то есть стоило черным надавить здесь но белые то здесь ответили а если бы белые не ответили кстати говоря вот здесь вот собственно победа черных могла лежать в этом месте а ну тут белые отвечают хорошо но это хороший вот уменьшающие очки белые успели надавить здесь здесь да белые стремительно используют свои сэнты чтобы все аккуратно сыграть так и вот такая партия которая закончилась результатом полтора очка всего на все посмотрим ничего ли соперник наши игроки наши не упустили можно ли было где-то здесь полтора очка еще отыграть нет здесь партия закончена никаких вторжений разрезаний и существенных замыслов действительно партия доиграна и действительно она полтора очка в пользу Даниила поздравляем его с победой в нашем турнире заканчиваем с комментариями партии возможно уже ждут нет нас еще не ждут с награждением у нас играется еще одна партия в нашем турнире она уже на 241 ходу взглянем к чему она идет к чему идет эта партия она идет в гибели вот этой белой группы если я правильно понимаю и ничто ее не способно спасти да по-моему ничто не способно ее спасти итак быстренькая оценочка в пользу черных пока что идет эта партия смотрели мы ее достаточно давно давайте отмотаем несколько ходов назад мы остановились где-то на вариантах вот этой борьбы да происходила здесь борьба чем она закончилась нам интересно у черных все в безопасности в этом месте у белых эта группа по-прежнему живая здесь вылезли и вот здесь по-прежнему есть моя у черных которое должно им принести много очков да и белые наконец-то начали проводить эту комбинацию которую мы с вами вкратце рассматривали при прошлом подключении к этой партии да таким образом черные отдают вот эти четыре камня стоп почему почему белые не забирают эти четыре камня ну наверное белые увидели не менее сильную комбинацию да это очень сильная вот это по-моему уже избыточно черным играть вот так надо было играть сейчас мы включим ее офлайн здесь надо было играть черным здесь я не вижу здесь каких-то существенных угроз хорошо даже если так это не работает это так и еще то есть для белых это все хорошо другие варианты если черный поднимается играет здесь и примерно все то же самое да то есть вот так это должно было происходить произошло немножко по-другому черные защитили здесь и белые спокойно забрали этот камень и белые получили на этом кучу очков и вот здесь вот черные как бы не упустили свою победу в партии и так пока что она все еще она уже идет в пользу белых по текущей позиции а что дальше у нас произошло мы посмотрим по-моему черные все-таки отыгрались где-то ага вот здесь вот черные смогли заесть эти камни стоп я чего-то не понимаю почему они не съедают вот эти камни это же слишком а потому что хотя бы потому что они могут это сделать в любой момент действительно это не является срочным да вот этот крупный ход по-моему после этого помер угол после этого помер где у белых территория то есть вот у белых белые потерялись со своей территории у них отняли угол здесь чудо выживает здесь чуть-чуть здесь вот здесь эти камешки они могут заесть в один момент но черные могут выбежать то есть вот непонятно почему не играют здесь почему не забрать вот эти четыре камешка ведь если если черные начнут этим заниматься они могут выбежать из окружения и начать потом с этим безобразничать какие-то такие вещи вот такие вещи то есть нехорошо это может получиться хорошо досмотрим белые попали в большие неприятности я бы сказал что это большие неприятности и наверное мне отсюда стоило играть хотя этот ход угрожает вот этому разрезанию но белые боятся за эту группу еще к тому же так так вот здесь точно точно стоило здесь хотя тогда ослабевает вот эта большая группа черных да да слабеет слабеет здесь успевает и непонятно как вытаскивать да эта группа здесь рискует погибнуть по полной программе поэтому так и не играли скорее всего таким образом у черных пытаются пытаются здесь глаз построить да да черные вырвались из загружения вырвались на волю для своих камней они должны доползти белые попрежнему не хотят это допустить ни в коем случае чтобы черные допустые доползли но все им не удержать все им просто не удержать да здесь полномерное сиденье здесь у нас все соединились черные и в итоге да действительно здесь просто большой большой крошел большая борьба между группами и очков никто толком не заработал только белый немножко а черные не получили здесь большую зону достаточную чтобы компенсировать что у белых а у белых тоже нету большой зоны в общем покрошили друг друга много маленьких ошметков территории которые даже на первый взгляд оценить сложно в чью пользу партии можно увидеть что вот здесь вот у черных много то есть вот этот верх у черных это много у белых если они успевают соединиться здесь вместо черных и здесь они успели соединиться может быть они вот эту зону получат но черные скорее всего против бабы против белые сперед есть камешки тоже неплохая такая зона против этого давайте смотреть уже ближе к завершению сложно оценить результаты этой партии предварительно если белые здесь откусывают здесь здесь гибнут вот эти белые поэтому да поэтому она в пользу черных весь центр ушел к черным и поэтому еще и вот эта группа черных что ли планирует погибнуть на ком нет она не планирует погибнуть она очень хочет жить не понял эту комбинацию то есть о чем о чем говорят в данном случае белые почему не снизу почему не уменьшать зачем выбрасывать кучу пленных ага чтобы выбить здесь глаз и оставить вот эту группу всю без глаз но тоже второе устроится в любой момент ну наверное не в любой момент если белые сходят сейчас здесь на этом запись прерывается итак партия выиграна на 50 очка белые делают всю ставку на то чтобы добить вот эту черную группу но черные тоже построили два глаза то есть вот как только возникла угроза белые лишают этого потенциального глаза черные понимают к чему все идет все очень прозрачно и просто строят второй глаз и все да ну и здесь уже понятно закончилась эта партия закончилась победа черных с чем мы их и поздравляем поздравляем Лаграмовича Павла с этой победой и у нас пришло время подвести итоги мы сейчас будем подводить итоги я отключаюсь из нашего эфира сейчас может быть я для вас скажу результаты итак у нас на первой доске выиграл мяч Даниил на второй доске выиграл Грамович Павел и на третьей доске я просил наших участников обязательно да и Ившин Павел выиграл на третьей доске мы сейчас можем увидеть итоги итак я заношу таблицу чтобы все ее могли увидеть поздравляем с первым местом мяч Даниила здесь должны раздаться громкие громкие аплодисменты он победитель нашего сегодняшнего турнира на втором месте Гудков Семен и на третьем месте Грамович Павел он опережает по количеству побед да у Семена и Павла одинаковое количество побед но коэффициент буугольца у Семена выше и это решает в данном случае первое место мяч Даниил поздравляем на этом наш турнир завершен мы благодарим всех тех кто был вместе с нами в нашей вебинарной комнате где мы обычно проводим вебинары для начинающих игроков в данном случае мы проводили трансляцию нашего онлайн турнира Баду Крапид Суперкап и в следующий раз мы ориентировочно встречаемся 7 марта у нас будет такой же мини турнир и приглашаем всех опытных и начинающих игроков к участию чем больше будет игроков тем более равномерным у нас будет распределение конечно же будет место и для начинающих игроков если придет 8 игроков начинающих то для них будет отдельная группа и они посоревнуются между собой на этом я буду прощаться с вами уважаемые друзья в комнате на КГС сейчас опубликую результаты нашего турнира и в ближайшее время мы свяжемся с победителями чтобы наградить их и поздравить еще раз победы спасибо всем тем кто был с нами и на этом мы завершаем нашу запись до новых встреч всем пока